Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесе, да светится имя Твое. Да приидит Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дач нам вниз, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое есть Царство и силой слава во веки. Аминь. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи, слава Тебе, хвала Тебе, наш милосердный Бог Иегова. А воочию, услыши молитву нашу, помилуй и прости меня грешного, тайно и явно, в уме, в помышлении, в одни и в ночи. Во все дни жизни великие и малые грехи мои прости, и соблазн, который я подал ими, где я падал и вставал. Господи, но благодарю Тебя, что никогда не давал мне отчаяться спасения. Слава Тебе. Это помощь Духа Твоего, Святаго, и молитва Святы. Хвала Тебе. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Боже, за день, который даровал мне веру Твою Святую. Страх Божий и ожидание суда Божия. Благодарю за день, который дал мне Твою Святую Библию и указал на оттолкование святых отцов, как на истину. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими Святыми. Матерь Божия, благодарю Тебя. Покрой мафором любви Твоей. В скорбях, печалях, тесных обстоятельствах Ты помогала мне. От позора, поношения, посрамления, отступничества и измены спасала. Хвала Господу нашему Богу за ходатайство Девы Марии за род человеческий. Дивная заступница наша Дева Мария. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном. Добрый мой ангел, благодарю Тебя. Сколько лет Ты защищал меня от невидимых злобных духов, которые могли погубить бы сразу. Без покаяния не отпусти из жизни. И в транспорте всюду Ты хранил меня. Благодарю Тебя, ангел. И смертный час не покинь, и на мытарство проведи душу мою, и веди в Царство Небесное навеки. Иоанн Креститель, притеча Христов, моли Бога о нас. Господи, научи нажить бедность и быть благочестивым, довольным, довольствоваться питанием и одеждой, и искать прежде всего Царство Божие и правды Его, и не бояться начальствующих и правителей грозных, не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать и устоять верности Богу. Господи, услышь наши молитвы, те, кто молится о нас. Косни сердец патриарха, митрополитов, епископов, священников и дьяконок, те, кто являются служителями Твоими. Господи Божий наш! Святитель Христов Никола, мирликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Господи, слава Тебе за святителя Господня Николу, скорый помощник дели, благодарю Тебя, ибо слышишь молитвы о людях и о животных. Господи Божий наш! Слава Тебе, хвала Тебе, милосердный! Спаси нас, Господи, и помилуй! Аллилуйя! Святые пророки Илья, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иер, Авель, Но и Иосиф, Патриархи, Авраам, Исаак, Яков, Ездра, Ниеме, Амос, Наум, Иса, Иеремия, Варух, Изыки, Асия, Иаиль, Агей, Сафоний, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил и Отроки, Пророк Михей, молите Бога о нас. Господи, слава Тебе за Святую Библию, за дивных пророков, которые движимые Духом Святым, изрекли, записали и сохранили эти слова для нас. Испомни, Духом Твоим, Святым, Церковь Твою, дабы день прихода Твоего и нашего отшествия не застал нас неготовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе с горящими святильниками истинной веры и сосудами полными мили и добрых дел, с отделанной к Духе Святому с любовью. Аллилуйя! Святые ангелы, архангелы, хирургимы и серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящий, молите Бога о нас. Святые сихвальные апостолы, первоверховные Пётр и Павел, святые евангелисты, Матфей, Марк, Лука, Иоанн, молите Бога о нас. Господи, умень чиститься правители мира, да продлится ещё мир, дай нам ещё священников рождённых свыше, место для занятий, определи нашу участь как Тебе угодно. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликар Смирский, Устин Философ, Косма и Дамьян, Андрей Стратилат, Ирон Мученик, Климент Римский, Климент Анкельский, Анфим Никамедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон и 40 святых мучеников, Царь Николай, Святой Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, Молите Бога о нас! Господи, укрепи сердца наши в слове Твоём, И малые дети, чтобы верили искренне в Тебя, В гонениях, в искушениях, Не допусти до принятия антихристовых начертаний, На чело или на правую руку, Чтобы скорби и печали никто не отошёл от Тебя. Святые отцы, Слово Божие и любовь к Святой Библии. Святые жёны и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина, Феврония Вера, Надежда, Любовь и Матерь Иксофия, Наталья и Адриан, Варвара Екатерина Перепитуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Моя Египетская, Прискила и Акила, Андроник и Юня, Киприяна и Устина. Молите Бога о нас. Даруй Господи послушание, Молчание, Целомудрие И стыдиве жёнам и девам, И сохрани их от всяких поруганий И нападений недобрых людей. Хвала Тебе, Слава, Честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, Благослови Отцов Иакима, Наума, Геннадия, Владимира, Евгения, Александра, Иоанна, Михаила, Иоанна, Даниила, Андрея, Максима, Игоря, Алексия, Алексия, Иоанна, Чицо, Благовестников и всех, кто через Слово Твое указывает путь ко спасению души. Сохрани и приумножь это наше сообщество в интернете, общину Крестовозвиженскую и общину Потеряйскую. Благослови всех братьев и сестёр во Христе и всех стоящих здесь. Побуди на постоянную молитву, на благовестие и на проповедь Евангелия. Благослови, укрепи и сохрани Игнать Тихоновича от хитрых козней дьяволов, от нечестивых людей, от разных нападков на Него и предай Ему крепости духовной, физической. Избавь Его от всякой интересной немощи и отведи от Него все несгоды и скорби, чтобы и дальше Он мог нести Слово Божие и быть там живым примером апостольского служения и горящей свечой, которая стоит не под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Господи, благослови всех путешествующих, сохрани их в пути от всякого зла и злых темных духов. Благослови, Господи, в узах находящихся, монаха Сергия, Всеволода, Глеба, Вара и устрой по воле Твоей, как Тебе угодно. Господи, смири от Рока Иоанна и положи ему на сердце доброй мысли о переезде. Благослови, Господи, помоги Александру Семьёль на оформление документов для принятия гражданства. Михаилу на сдачу документов для принятия вида на жительство. Господи, помоги перенести безропотное испытание, назначенное Никите, Максиму, Александру, Евгению, Иоанну, Дмитрию. Защити и сохрани, возврати домой с миром. На всё Твоя святая воля. Благодарим Тебя, Господи, за издание четырёхтомника сборника проповедей в стихах и книги к истинному православию. Господи, благослови и помоги на переиздание книги для Слова Божия и не тост и книги проповедей во свете Святой Библии. И устрой по воле Твоей, как Тебе угодно. Господи, благослови болящих, немощных, дай силы перенести все страдания безропота. Пошли исцеление батюшке Акиму, Батюшке Геннадию, Михаилу, Николаю, Евгению, Сергию, Сергию, Петру, Антонию, Людмиле, Татьяне, Надежде, Александре, Любови, Надежде, Галине, Диворе, Варваре, Марфе, Антонине, Анатолию, Неониле, Александру, Вадиму, Наталье, Отроку Александру, Отроку Михаилу, Отроку Арискесенью, Отроковице Злате, Младенцу Елизавете, Младенцу Иулиании, И младенцу Георгию, И устой по воле Твоей, Как Тебе угодно. Боже, милости, буди мне грешным, Создав и меня, Господи, Помилуй меня. Бесчисла я согрешил, Господи, Прости меня грешного И помилуй. Господи, Соедини нашу молитву С молитвами всех святых Твоих На небе и на земле. Господи, Услыши и исполни молитву Всех молящихся о нас Во благо нам. Господи, Прими нашу молитву, А всех заповедавших нам молиться о них Спаси их и помилуй. А не заповедавших нам Обрати к вере, Косни сердец их И приведи к покаянию. Говори, Господи, Слушает и дослышит Раб Твой. Аминь. Благодарю за совместную молитву. Аминь. Благодарю за молитву. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. С нами, Игнатихович, кому будут вопросы? Я, Игнатихович. Спасибо, Игнатихович. Мир вам, Игнатихович. С миром. Что делать, если взял дело и понимаешь, что уже не тянешь его вот так вот? Что делать? Что делать? Что у вас не получается-то? Ну, допустим, я какое-то дело взял, думаю, справлюсь, но видно, что не справляюсь, не тяну. Ну, какое дело? Это непонятно, что духовное берете или телесное, куда-то едете. Поподробнее как? Конкретно это проповеди из видео в этот ворд переводить. Вот у меня, я не могу найти времени, понимаете? Уже долго держу. Давайте по частям. У вас нет времени, никто из вас не спрашивает. Помолитесь, вспоминайте. И большую помощь уже оказывайте. Я тоже многое не могу, да и другой раз идти не могу. Ну, ползком-то надо добираться. Вы стараетесь, смотрите иногда. Можете уже, время нет, никто не гонит. Можете взять одну проповедь и минут 20-то выберете, а потом на следующий день постепенно окончите, и ваша душа будет довольна. Ко мне сегодня пришла одна пенсионерка, пенсионерка, и говорит, я и пищать от не умею, ну, так охота. Дай мне что-нибудь. Ну, вот подумали, как делать. На флешку я закачал, две проповеди, вышел на Девору, спросил, эти проповеди не были, их они не были. Ну, тут брат Владимир помог, и она теперь рукой писать. А рукой-то она пишет, а у нее дочь-то грамотная, с высшим образованием. И она дочери говорит, отдам, а она теперь напечатает. Вот как. Не может, а старается. Старается. Она очень сильный врач, там, такая, дочь тоже с красным дипломом. Но никогда не работала, и нет аппарата такого. Но слушать я буду, перепишу рукой. Это первый человек на это пошел. В 80-е годы, вот я вам скажу, Георгий, в 80-е годы, это еще советская власть крепко стояла, еще 10 лет ей было. Ну, как распространить Слово Божие? Библии-то нету. И мне Господь позволил начать и насчитать. Когда я насчитал, ну, и стал давать кому-то, насчитал-то, насчитал, но это один экземпляр. На пленке катушки было, 375 метров катушка. Ну, и 4 дорожки со скоростью 4,7. Каждая катушка, это 8 часов 20 минут. Это не просто так. Это мне окно надо было завешать, дверь там, матрас повесил, ну, студия. Я насчитал. Ну, и который сильно помогал, я ему новый завет дал, начитанный-то. Утром приходит, он лежал, у него слезы. Я говорю, что, так я считал неправильно. А тут стал слушать, его Господь прямо затронул. А он большой мастер по разной технике был, помогал. Ну, я говорю, ты сильно не переживай, Даша, Господь даст тебе силу, ты больше будешь знать. Дальше-то на этом не остановился. Как понимать? Златоуст, 12 томов. Теперь я могу сказать, сколько? 64 пленки, 64 катушки. Это вообразить невозможно. Нигде в мире никто не делал. А какой я голос-то? Еще плохо слышу, даже с глазами не ладно. А надо глаза, чтобы видели все. А читаешь по-русски, а где место писания, там церковно-славянские. А мне-то это не надо. Но Бог дал мне память, и я помню, я так называется по диагонали считать. Я читаю так вот, и глаза скашиваю, я вижу, что там идет. У меня сразу в голове, что там есть. И я на память считал он раз 30-40, а то и больше златоуст каждой проповеди. И мне это все приходилось на память. Вот я читаю его слова, а где места писания, я их на память пытаю, иначе надо останавливать, открывать Библию, или второй человек должен держать, а никого нету, я один. Я знаю, что это неладно. Где-то, может, неполная точность слова упустил, но так оно пошло. И распространить пришлось не двум, не трём, а распространить так, что в Аргентину даже ушло. В советское время это вещь неслыханная. И вот у нас был Гидеон и архиепископ здесь, Докукин, и он говорит, на перевели, там даже с этой распространили, на маленькие, кассетки такие были, кармани держать там. Я, говорит, выйду прогуляться во дворе-то и слушаю, вы насчитали Златоуста. Я тихо этого спрашиваю, его там, Гидеона, то он говорит, я не считал никогда. А за один Великий пост я три или четыре тома прослушал, а каждый том 800 страниц. Потому что сколько людей благодарности было. Никто никогда не делал. А я, честно, люди принимают. Мне кажется, другой голос должен быть там. вот мастера слова считают как. Оказалось, которые помогать мне были там священники, там один из КГБ обратился, стал священником. У него вот он говорит, он как любит. Сразу поступила заявка, чтобы пересчитать, где он считает. Не принимает сердце. Вот как. Чем ниже я себя унижал, что я такой, голод сам у меня, я же не Шалепин, там не Левитан Юрий, а так, мошка песклявая. А Бог открыл так, что-то слушает, только еще люди, которые помогали, там принимают немного, но то, что я насчитал, они прямо уверуют. Так я не остановился на этом. Каталоги составил. Пленки-то 250, 375 метров и 525, 12 часов на ней. И надо на них составить первый оригинал. И сделали тон в студию. Я одной кнопкой снимаю 10, сразу одновременно 10 крутят магнитофонов. Так, денег-то где взять? А я сторожа, мне не дают работать, и где? Сторож. А сторож 72 рубля. Вот записывай себе, 72 рубля. А магнитофон моих 205 стоит 320. 320. А мне надо их 11 штук. Теперь вообрази, как? Я только всегда спрашиваю, Господи, можно ли мне это сделать? Никто в мире не делал этого. Одной кнопкой срываю все и закрутилось. Переключаю и опять. Потом начинал 12 томов «Жития святых» Дмитрия Ростовского. А вышли книги по благословению патриарха Пимена. Это второй, третий том «Настольные книги священнослужители». И там 147 житий новые, которых канонизировали. И я их выбрал оттуда и насчитал. А книг-то нету. Я еду в другой город, добираюсь к книгу. А священник не дает только у меня. Я сел руками переписывать. Я ни перед чем не останавливался. Я понял, это у меня поручение от Бога. Вопрос снятый. Сон укорачивать начал и довел его два с половиной часа в сутки. Два с половиной часа. Сколько спишь? Проверь себя. Усеки маленький. Апостол Павел говорит, «Три сталища, это стадион. Бегите, чтоб получить». Все бегут на награду, получает один. И так о себе, говорит, я бегу не просто воздух молотить, а чтоб венец получить. Это перед Богом. Видишь как? Так не все. Трудно еще пять томов добротолюбия. Это по 780, кажется, страниц. Пять томов. Я и их насчитал. Это 14 кассет. А житие 40 катушек. 40. И каждую надо написать сопроводительный документ, на какой дорожке что. Это все надо печатать. А я еще людям говорю, не канонические книги, симфонии нету. И я стал составлять симфонию, о которой на канонические 20 человек пять лет готовили. Каждое слово по буквам найдешь. Пять лет умножить на 20 сто лет. Сто. А я взялся один. У меня все заложено было листами. Еду там, допустим, в церковь или что. В этом, в электричке-то там только сидение. Так я занимаю сидение там. Чем я придавливаю? Здесь сидение полностью. И через коридор туда, напротив-то. И считаю, и каждое слово поставить. Какое слово? «Приди», а там «Пришел». Я все эти глаголы идти соединяю в один. А после уже я издам его в типографию симфонии на неканонические книги. Тираж небольшой, тысячу экземпляров, но сто экземпляров я подарил библейское общество. Сибирское. Оттуда приехал человек, ну, я ему загрузил сто бесплатно. Так это не все. Еще я там Игнатий Бричининов и там не знаю кого только каноны церкви насчитал. И на все сопроводительные документы. Даже когда воображаю сейчас назад смотрю, это не я делал. Когда меня арестовали, мне в КГБ сказали, что они считали, что по Сибири несколько отделов работает. КГБ такие умные люди, но они видели одному человеку это не сделать. Это невозможно. И вот чтобы один экземпляр только сделать, почти 200 катушек надо было. 200. А продавали только по 5 катушек на руки. Вот опять как теперь взять их? Ну что, интересно, сумели мы все-таки уговорить, там что-то взамен дали, едем, а тут дождь перед Барнавулом. Дождь хлещет, милиционер стоит, ну тут у них как избушка-то. Куда ездили? Да мы ездили, я насчитал Златоуст и говорю, мне надо пленок много, дождь хлещет, у нас все закрыто, махло рукой, да езжайте вы, чем подробнее объясняю, тем быстрее от нас освобождаются. А они услышали, а вы о Клавдии и Сюжанина слышали, что воскресло в Барнауле? Я говорю, я дважды встречался, да вы что? И можете рассказать. И они мне тогда что есть, все пленки отдают. Какие чудеса Бог творил. Даже сам на мотороллере с одним ездил, за рулем сидел. Никогда не ездил, только на велосипеде. А там за бордюром какого-то остановил милиционер, что-то проверяет. А я загляделся, меня кинуло через бордюр, а я мимо него пронесся, милиционер ничего не понял. Вот как делается. Доставали, привозили неоткуда-то с Эстонии. Там пленки были. За дорогой машина опрокинулась. Но дело было сделано. А теперь это все переведено в электронную версию. Если вы желаете, я вам скину. Скину, вы будете слушать. Хоть надо работать, хоть я включил златоуст, жития, добротолюбие, мировая поэзия. Книги не упускали, конечно, тогда и нельзя было, то сейчас мы такое творим. Слышишь меня, нет, Георгий? Да, слышу, спаси Христос. Я хвалюся Господом, Господом. Это благодать Божия такое дает. Это благодать. Удивительно. Поэтому тебя Бог благословит. Ты вот, что говоришь, это уже хорошо, что ты осознаешь. Время нет, посмотри. Где-то сократить. Попроси у меня хотя бы одну проповедь. Ну, помаленьку. Минут 10-15 тебе это, от сна оторви. Но ты участник будешь, твое имя будет занесено, когда будем издавать, кто помогает. Все имена будут занесены у нас в конце. Кто это переводил? Которая замужья женщина будет в скобочках девическая фамилия. Вот как. Это я уже заранее обдумал, где буду делать. Все обговариваем. Вот так. Я говорю, он как. Тут один зашел, его там имя, фамилия такая длинная. Сейчас я гляну. Минуточку, подожди-ка. Интересный такой человек. Так. Как его фамилия, сейчас посмотрю. Так, так, так. Минуточку. Что-то я его тут не вижу. Где-то он тут рядом. Кто его нашел, то ли нашла его это Девора. Она больше всех подобрала. Вчера еще одна женщина пришла. Что-то я не вижу. Недавно только я его видел. Но это она никакой роли не играет еще. Так, 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 так. Кого? А? Кто-то подсказывает что-то. Не слышу. Коробейников. Вы, по-моему, говорили. Коробейников. Ну, мужчина. Мужчина на букву, кажется, фамилия его такая. Коробейников. Я его слушала в видеоролике. Коробейников. Ну, в общем, так. Это я зря начал искать. Время потерял. Коробейников. 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 Во-во-во-во. Коробейников. Так, мало того. Он выпросил еще на жену дайте мне, говорит, проповедь одну. Это никого тоже не было. Такого. Я его еще не знаю. Не встречались. Но уже мое сердце покорено. Это надо же такое. Ну, у каждого есть. Ну, был один кто-то. Я работаю. Говорит, и для сына дайте. Вот. Так он проверяет, там, запятые. А другой не расслышит. И там, я говорю, ставь попросительные знаки. Это никто не сделает. Она негодный материал. Ну, я хозяин. Поэтому я вспоминаю, проповедь говорил, что там было говорено. И дописываю. А другой напишет, там, ну, редко, где запятушки, там, разное, двоеточие поставить. Это уже больше тридцати человек помогают. Да, работа непростая. Но я к проповеди готовлюсь. Она столько основательно. Иной раз проповедь готовлю месяцами. Бывает такая, что не сразу. Потому что уже я говорил на эту тему. Я считал толкование Златоуста Пепелакта. И мне надо сказать глубже еще. Еще глубже. И вот выпрашиваю у Бога. Вот. А тут готовы проповедь только перевести из видео в буквенное выражение вордовское. Тут надо, конечно, потрудиться тоже. А потом, когда если издадим, думали-то пять томов, будет пять. Но, судя по всему, Вячеслав говорит, будет шесть. Напоминаю, что трехтомник это 752 страницы каждый том. Проповедь в стихах 880. А здесь в каждом томе будет 1600 страниц. И, видимо, пять томов. Это вообще вещь неслыханная. И называется «Проповеди во свете Святой Библии». И уже все, корочки готовы. Да надо еще фотографии туда. Я вот сейчас тут есть брат, который помогает, Сироткин Николай. Ну, и проповеди скажи. в каждом томе будет около ста страниц или маленько больше светлых фотографий. Я вот эти не работал, у меня фотографии есть. И насобирал 800 фотографий. Я специально сделал папку Вячеслав. И туда кидаю. И она сама начинает перекачивать им туда. Я такого тоже не слыхал. Вот дал же Бог такого. Тоже помолитесь за Вячеслава. Он поехал в какую-то деревню. Его туда вызвал учитель, где он учится в семинарии. Экзамен по литургике. Так что он нуждается в этом. Вот, Вячеслав Сергеевич. Ну, вот так, дорогой брат Георгий. Не унывай. Сколько можешь. А дальше будет видно. Трудно, труднее всего, когда неправильный человек женится. Вот тут уже ничего не поправишь. А это даже ошибку сделаешь. После того, как человек получил духовное рождение, самый сложный вопрос, правильный, правильно выдать замуж и правильно жениться. Потому что будет зависеть, какое твое здоровье, какой заработок, какие друзья, какое спасение. На скорую руку, на долгую муку. А сатана тут и коровует молодежь. Они старших-то не слушают. Мы разводом, первые четыре года в стране у нас 84,6%. На тысячу браков 846 разваливаются. А кто детей воспитывает? Чего удивляться? 90 лет у Лега-иды. Отец его зарезал там один. Сейчас везде все пишут. Под безумие это где? Ну, все тогда. Спаси Христос, Игнарий Тихонович. Да. Играмы не унывай. Это ты уже тронулся, уже Господь рядом. И ангел-хранитель тебя уведомит. У нас бывает человек женится, ну и женился. Все, пропал. Нету, исчезает и все. А тут есть такой Владислав Кабачев, он не только женился, там, сын, кто родился, так он и жену сюда привел. Вот, ну, везде какие-то есть оригинальные поступки. И она с такой радостью все делает. Вот что Бог делает. Потому быть одному сегодня на этой верхотуре вряд ли устоишь. надо просто радоваться, что у нас такие люди талантливые. И Бог их любит. Да, у нас некоторые ушли, были ушли, а куда они ушли-то? Когда посмотришь, да никуда, один только сказал, говорит, израиль в ад нырнули. Стараются, что-то там, а что скажут, святые отцы, каноны, жития. Ты посмотри, когда выступают, какие занятия идут? Там Наталья усатая, тут Елена Груныщук, сколько они? Ну, такие сестры. А тогда все хорошие. Нигде больше такого сообщества нету, чтобы Библия была во главе. Вообще нету у православных. У сектантов, да, но они понимать ее не могут. У них нет святых отцов. А у нас патрология не менее толкования это 300 томов. 300 томов это толкование только по всем предметам. И поэтому, чтобы это осилить и сдать сегодня, сказать новое, это только благодать делает. Человеку не сделать. Вот сейчас Рождество и мне ну охота сказать это. Ну, смотрю, как настрой будет у людей. И сказать, чтобы не повторение, повторение, то есть мы скажем, а мы это считали, знаем. и бывает Бог открывает внезапно. Я уже в храме и так и не решаюсь начать. Вот сообщил мне Вячеслав, он говорит, вы на проповедь, на Псалом 103 сказали 8 проповедей. 8, никому не подражая. Он говорит, так я еще нашел чуть ли не 18 на 1 на 1 Псалом. Вот как Бог делает. Не забывай только, что у меня нет гуманитарного образования, нет религиозного. Нет, я технарь. Строительный там колледж называют, прорабом был, они давали работать сторож. Я 40 лет пищи клал по стране. И заработок, и деньги, и я свободен. А вы, видите, сказали так, я вам подталкиваю как, помаленьку, выпроси один и начинай. Минут 15 даже возьми, трудно, а потом 20 минут выберешь, от сна оторви. И так как вас радуешься, скажешь, хорошо, что вслух сказал. Вопросов нет, ухожу. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос.